Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм и сегодня снова видео. Видео будет разговорное, в этом видео мы затронем тему возвращения Федя Чун на проект и его новые идеи по улучшению Амазинга. Я думаю это будет интересно, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте вводить мой промокод, все как бы есть в описании. Ну что ж пацаны, недавно произошло такое событие, можно сказать, что Федя Чу вернулся на проект спустя долгое время, его очень долго не было и даже последний раз он заходил на форум в 2016 году пацаны. И вот он наконец-то вернулся и сегодня мы посмотрим его новые идеи, вот как бы он здесь писал о том, что он вернулся там и так далее. И это реально очень круто, его возвращение это возможно новая жизнь будет проекту, потому что да, у него есть хорошие идеи, есть плохие и сегодня мы все это посмотрим. Он составил такой пост, 5 идей, которые поднимут Амазинг и сегодня мы как бы это все рассмотрим, я выскажу свое мнение. Мое мнение может быть не похоже на ваше мнение, поэтому я вас прошу меня сильно там строго не судить, просто я буду высказывать свое личное мнение. Что я об этом думаю, возможно что-то еще добавлю в себя насчет обновлений. Итак, давайте посмотрим. 5 идей, которые поднимут Амазинг. Помимо голосового чата и перехода на новую версию клиента, которые и так скоро будут, есть еще несколько идей, которые я бы хотел внести в Амазинг. Итак, первая идея это дальнобойщики. Он хочет изменить дальнобойщики. Вот что он пишет. Необходимо либо убрать, либо урезать высокую зарплату рабочим на высоких уровнях. Данная работа сильно портит экономику, а также отбирает у многих стимул играть во фракциях и на других работах. Сейчас дальнобойщики на высоком уровне за сутки могут заработать больше, чем любое предприятие на сервере. Только сколько могут заработать дальнобойщики за пару часов, обычные рабочие получат за неделю. Беспрерывная работа. Это называется дисбаланс и во всех нормальных играх он исправляется. Да, многие долго накапливали уровень и если мы их совсем уберем или сократим, то как-нибудь это компенсируем. Но я нас еще от этого не знаю, пацаны. Насчет зарплаты, да, можно было бы ее укоротить, хотя я не вижу в этом плохого, что дальнобойщики зарабатывают много денег. Как бы люди реально работают, можно сказать, задротят целыми днями, просто качают скилл, чтобы зарабатывать много денег. Да, и не спорю, что на сотом скилле человек очень много зарабатывает и он в день может заработать от 5 до 10 миллионов. Это довольно-таки нормально и с другой стороны это плохо. Чтобы вы понимали, на сервере, на первом, примерно количество денег заработанное всеми дальнобойщиками за сутки, это почти 100 миллионов. Это именно на первом сервере, пацаны, за сутки дальнобойщики вместе зарабатывают 100 миллионов почти. Это реально очень много. Я не знаю, это плохо или хорошо, но, в принципе, вот так Федя написал. Я считаю, что можно было, конечно, бы немножко, чуть-чуть совсем урезать, пацаны. Там на пару тысяч урезать можно было бы. На 5 тысяч, на 10 тысяч можно было бы урезать. Но не на 20 тысяч, на 30 тысяч урезать, я думаю, не нужно. Дальнобойщики вообще трогать не нужно, как систему, потому что сама система дальнобойщиков очень хорошая. И она мне лично самому очень нравится. И я кайфую от работы на дальнобойщиках. Реальная система очень классная, и я бы не хотел, чтобы дальнобойщики изменяли. Сейчас лидеры уберут методом тыка. Лучших из худших, а не лучшие из лучших. Вдобавок скажу, что многие фракции, в принципе, бесполезные. К ним относятся СМИ, где работают люди, которые вообще не умеют вести интересные новости и виктрины. И с года в год ничего не меняется. А проверку объявлений можно спокойно повесить одним из должностей мэрии. Также по мне бесполезная фракция медиков, где их фракции заканчиваются биндером и отчетами. Эту скучную работу можно оставить NPC-ботом. Касательно ОПГ и мафии, я считаю, что оставить нужно что-то одно и принести весь функционал туда. Тогда получится очень интересная и полноценная фракция. Лучше будет несколько заполненных фракций с достойными лидерами, полным интересным функционалом. Нежели много полупустых организаций. Ну с этим я с ним согласен, но насчет того, что типа много фракций убрать, я считаю, что этого делать не нужно. Вот СМИ, да, их две всего на сервере. Одну просто можно было бы оставить и одна СМИ вполне бы справлялась со всеми задачами. Перенести как бы это на мэрию, ну я не знаю, блин, мне кажется, это было бы не очень хорошо. Ну, возможно, в этом есть какой-то толк. Значит, медиков, да, на самом деле для меня вот фракция больницы это скучная фракция, потому что ты просто стоишь в палате и получается лечишь людей. Вот и все. Или единственный метод, когда ты можешь заработать, это во веревом мероприятии, когда людей много убивают и ты лечишь много людей. Тогда ты зарабатываешь приличную сумму денег. Насчет, получается, фракции ОПГ и мафия. Как по мне, мафию реально можно было бы убрать, потому что, ну, мафия, как по мне, ну, она не очень интересна, потому что там проходят безвары 5 на 5 человек. Как бы на безвар может пойти всего лишь 5 человек, а во фракции там человек 20, 15, и им просто нечего делать. Поэтому я предлагаю убрать просто мафию и оставить просто ОПГ. Оставить, возможно, 2 ОПГ просто и все. В ОПГшках было больше людей, там оставить ОПГ Батырьевская и ОПГ Южная, получается. И так будет довольно-таки, я думаю, хорошо. Ну а полностью убирать ОПГ и мафию и создавать какую-то новую фракцию, я считаю, это будет глупо. ОПГ сама по себе фракция популярней, чем мафия. Я думаю, это все прекрасно понимают и знают. Ролеплей и прочие правила. Я считаю, что со стороны такого перспективного проекта стыдно до сих пор отправлять игроков в Деморган за езду по полям. Зачем игрокам давать какую-то возможность и наказывать за нее? За правила нужно системизировать той же ездой по полям, можно поставить проверку на езду по полям, при которой у игрока прокалываются шины и устанавливается низкий лимит скорости. Касательно фракции, предлагаю сделать РПТС, который будет обновляться раз в 3 месяца. А также поставить ограничения на вступление в серьезные государственные структуры. АП, ФСБ, ППС и ДПС. В армии и в криминальной организации пусть постепенно учатся. Ну насчет фракции не знаю, пацаны, потому что я, честно, не люблю фракции. И я вообще в фракциях, ну, был на всех девятках почти, кроме ФСБ. Но мне фракции лично вообще не интересны, я предпочитаю просто катать рейс на дальнобойщиках. Ну, лично это мое такое мнение, поэтому насчет фракции ничего толком сказать не могу. А вот насчет системы езды по полям, вот эта система очень классная. Такая система есть на КРМПРП. Получается, ты заезжаешь на поле на скорости, и у тебя прокалывается колесо, либо несколько колес. То есть тебе пишет, вы наехали, получается, на камень и пробили колесо. Эта система очень классная, я давно хотел, чтобы ее добавили на Амазинг. Если ее добавить, это будет реально очень круто. Да, я понимаю, кому-то похер на это все, и кто-то просто любит ездить по полям. Но если бы ввели такую систему, то что ты вылетаешь на поле, и у тебя пробивается колесо. Это было бы реально очень круто, и я считаю, вот эту систему нужно обязательно добавить. Объединить сирай и сокращение локации. Так как в переходе на новую версию у нас появится возможность установить тысячу слотов. Было бы правильно уместить всех игроков вместе. Чего мы не могли сделать при ограничении в 500 слотов. Касательно локации, рекомендую задействовать лишь город Южный, поселок Батырево и еще пару деревушек. Но не более. Во-первых, с помощью лаунчера у нас есть возможность исправлять локации и объекты, в которых у игроков падает FPS. Во-вторых, ничего не испортит. Ту самую атмосферу, которую мы давали игрокам в 2015 году. Оживление локации, различные рпшки и мероприятия. Сейчас же даже при фуллом онлайне нам приходится блуждать по пустым улицам. Вот насчет этого реально у меня немножко подгорело. Насчет слотов я предлагаю сделать так. На первом сервере можно сделать, получается, ну, например, 750 слотов, потому что первый сервер на нем всегда хороший онлайн. А насчет других серверов, на второй сервер можно сделать 400 слотов. На третий сервер можно сделать, получается, ну, на первый тоже 400 слотов. На четвертый сервер сделать 300 слотов, а на остальных серверах сделать по 200 слотов и все. Переносить, получается, аккаунты с пятого, шестого, седьмого сервера на другие сервера, я считаю, что это будет плохо. Потому что люди собирали там коллекцию блотов, например, блатных номеров. У кого-то есть бизнесы, дома любимые и так далее. Я считаю, что если они сделают перенос аккаунтов и закроют 5, 6, 7 сервер, то много будет возмущений. И просто люди уйдут с проекта. Я считаю, что этого делать не нужно. Насчет того, чтобы убрать Арзамас. Как бы у меня в Арзамасе находится бизнес. И мне будет очень неприятно, если его уберут полностью. Если его перенесу в другое место, то ладно. А если его полностью уберут, то это будет очень плохо. Да и сам город Арзамас, он очень красивый и большой. В нем можно просто покататься с друзьями, либо просто погонять. Арзамас, по-моему, по размерам даже больше, чем южный. Это реально хороший город, в котором классно покататься, там, побегать и так далее. Я бы не хотел, чтобы убрали этот город. Насчет атмосферы 2015 года, пацаны, ее уже не вернуть, понимаете? Атмосферу делает не мод, а делают люди, которые играют на серверах, понимаете? Дело не в том, что уберете в Арзамас, не уберете. Дело в игроках. Атмосферу всегда делают игроки. А не обновления, там, всякие маппинги, там, и так далее. Так, следующая тема, новички и квест. Необходимо сделать для новичков максимально доходчивые и принужденные квесты. При прохождении которых у них будет общее представление о подработках, работах и некоторых деталях сервера. А также необходимый уровень для вступления в организацию, чтобы при... Чтобы при кончании квеста было чем заняться. Также нужно раскидать по всем фракциям различные квесты. А при кончании сделать отдельные фракции ежедневных заданий. Да, такая система есть, но не от квестовых персонажей. Еще было бы неплохо, чтобы в конце первоначальных квестов у игроков хватало денег хотя бы на самую дешевую квартиру и велосипед. Может хотя бы рядышком, но такие нововведения удержат большее количество новичков плюс опытных игроков. Которые не будут стоять несколько дней в АФК, чтобы прокачать нужный уровень для вступления в организацию. Не стоит забывать и о старых игроках, которые квесты тоже бы не помешали. Насчет этого ничего не могу сказать, ведь эта идея реально очень хорошая и к ней претензий нету пацаны. Ну что ж, вот такое получилось разговорное видео. Надеюсь вам понравилось, я чисто высказал свое мнение. А свои мнения вы можете писать в принципе в комментариях. Ставьте на лайк, подписывайтесь на канал. Все есть в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok